Здравствуйте! С вами канал Виктор Сергеенко. Сейчас хочу рассказать одну историю из теперь уже довольно далекого прошлого, когда я работал в одной страховой организации. Компьютеры мы тогда устанавливали, только-только начали это делать. И чтобы персонал выучить, отправили всех на курсы. Двухнедельные курсы. И вот ходили люди, там учились, что-то там изучали, разные там азы и так далее. В том числе, что меня поразило, там были практические занятия. И вот курсы закончились. Я на компьютере тогда уже умел работать, у меня уже был свой персональный компьютер. Для меня проблем этих не было никаких. Все программы, которые там в страховании у нас существовали в то время, я знал и пользовался ими. И вот пришел персонал. В моем отделе работал человек, наверное, ну я не знаю, 6 или 7, сейчас уже не помню. И вот они пришли, у всех компьютеры стоят. Я говорю, ну давайте, начинайте работать, начнем работать. И вот они сели, и я был просто поражен. Ну совершенно не в зуб ногой. Вот совершенно. Ну просто даже не знают на уровне, как включить и как выключить. Я, конечно, ругать их не стал. Люди только пришли, еще компьютеры в глаза не видели. Но вроде бы они две недели учились. Я спросил по-простому. Ребята, а чему вас там учили? Вот они, давай мне рассказывать. Там рассказывали, как устроен компьютер, как работают различные программы, операционные системы, как папку открыть, как закрыть, может быть. Ну а я говорю, вас должны были учить работать на программе конкретно, которая будет у вас на компьютере стоять, рабочая программа. Вас учили? Да, нам показали. Ну, короче, никто ничего не мог сделать. Вообще. Совсем. Ну что тут делать? Мы планировали работу начать очень быстро и очень активно. Ну работа-то шла, но компьютеры, конечно, помогают в этом деле. Ну что делать? Пришлось мне их учить самостоятельно. Как я поступил? Я говорю, ну ладно, все понятно. Садитесь, каждый за свой стол, включайте свои компьютеры, берите ручку и карандаш, листик бумаги и пишите по пунктам. Первое. Как включать компьютер? Куда нажимать? Буквально. Показал, куда нажимать, как включать. Как выключать? Правильно. Как выходить из программы? Тоже, чтобы было все это правильно, ничего не нарушилось, ничего не зависло и так далее. Записали? Записали. Дальше. По пунктам. Как открыть, например, ну я не знаю, определенный раздел программы, касающийся там учета полисов и так далее. Где договоры? Все это как? Прямо по пунктикам пишите. И буквально заставлял их, ну не заставлял, а рекомендовал их прямо вот пометьте, говорю себе, какую кнопку нажимать, какой там раздел открывать. Ну, как говорят, на пальцах. На пальцах все это рассказал, они записали, каждый пишите. Говорю, не в компьютере где-то там, а пишите прямо на бумажке. И надо сказать, что люди восприняли это с энтузиазмом, с пониманием, с радостью даже с какой-то, со смутной. Потому что им там морочили головы две недели, а практически ничему не научили. Я говорю, все, понятно, понятно. Садитесь, включайте компьютеры и начинайте работать. Что непонятно, подзывайте меня. Будем по ходу дела разбираться. И вот люди начали включать, начали заходить в программу, начали там открывать разные разделы, что-то там пытаться делать. Ну, у кого-то что-то не пошло. Он подходит, спрашивает, дескать, можно вас, Виктор Тимофеевич, там вот у меня там завис компьютер или там папка не открывается. Не могу найти там вот то-то, не могу ввести данные. Подхожу, разбираемся вместе, показываю. Причем я только говорю, что и как, а делает все сам работник. То есть он возвращается назад в программу, снова заходит, ну или там как положено, и делает все, что нужно. И вот прошло буквально под моим контролем, ну буквально дня два, ну может быть три. Некоторые особо одаренные, ну им пришлось подольше осваивать это дело. Но даже там у меня были работники в возрасте, которые все это освоили и начали работать, ну вполне успешно, используя соответствующие программы на компьютерах. Буквально за день-два удалось им начать работать. Вот эта система обучения, ну меня просто тогда поражала, и сейчас я с этим сталкивался уже в другой сфере, ну примерно то же самое. Чему они там учат? Каким-то второстепенным моментом, а ключевым моментом, к сожалению, уделяется очень мало времени. И вот что интересно, уже когда люди начали работать, ну отношения у нас в коллективе были очень хорошие, можно считать, что даже дружеские. И вот прошло время, все работают, и я с одним человеком что-то разговаривал со сотрудником, и вот он столкнулся с какой-то проблемой и достает вот ту самую бумажку, которую я просил записать. То есть алгоритм работы на компьютере. Он говорит, простейший, примитивный, абсолютно непрофессиональный. Я говорю, о, зачем это, говорю, вам? Ну вы уже и так хорошо ориентируется. Нет-нет, говорит, пусть у меня лежит, вдруг что-нибудь забуду, я открываю, и сразу все получается. Это то, что я им рассказал по пунктикам, как включать, как выключать, как заходить в разные разделы и так далее, и тому подобное. Вот такая была отчасти забавная, отчасти показательная история, как наш отдел осваивал компьютеры. Ну, в конце концов, кончилось все хорошо, и работа пошла еще лучше прежнего. Вот такие были времена. В конце пожелаю всем всего самого доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok